В физкультурно-спортивном комплексе «Аншлаг» студенты, абитуриенты и их родители выбирают учебные заведения. Мы здесь ходим и смотрим, куда поступить ребенку выбираем. Мы рассматриваем в другом городе, посмотрели на Новосибирске, там парень очень хорошо так объясняется, такой приятный молодой человек. Я уже студент, как бы бакалавриат учиться оканчиваю, ищу магистратуру, возможно, в другом городе, поэтому для меня тоже интересно. Ну, для всех своих учиться, для школьников, для студентов, для СПО, для НПО. Молодой человек школу заканчивает, пришли выбирать место, куда поступить. Мы пока думаем и выбираем. И пока другие выбирают и думают, кто-то уже решил связать свои ближайшие пару-тройку лет с университетом телекоммуникации и информатики. Купил какой-то простой компьютер, решил из него собрать, собрал сам компьютер, хороший вполне. Все родители пользовались, удивлялись, как говорили, ну вот надо поступить на программистов. Я тоже был не против, вот решил поступить. По мне, так это, можно сказать, самый высококлодисцированный колледж. Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики готовит самых модных и востребованных специалистов в сфере IT-технологий. Без работы выпускники точно не останутся. Но если с компьютерами не сложилось, на базе университета есть даже военная кафедра. Туда и девчонок берут. Например, Марина учится на связиста и с легкостью пробегает все маш-броски и собирает автомат на скорость. У меня просто волевой характер, наверное, поэтому я выбрала эту профессию, потому что будет новосибирский диплом, то есть мы будем военно-обязанными, я очень хочу попасть в воинскую часть. У нас очень хороший авторитет среди именно Бурятии, среди региона. Среднеспециальная, бакалавр или магистратура. Ярмарка предлагает пестрый список университетов и колледжей. Участвует 39 учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. Площадка учебных заведений представлена такими городами, как город Илан-Удэ, город Москва, Новосибирск, Томск, Омск, Иркутск, Чита. Все среднеспециальные учебные заведения республики Бурятия сегодня здесь представлены на нашей ярмарке. Тот школьник, который приходит и на завтра он будет уже студентом профессиональной образовательной организации, он может видеть, во-первых, по какому направлению он может подать документы и какую-то профессию, специальность получить. В то же время он уже наклятно может для себя оценить рынок труда. Как отмечают в Министерстве образования, с каждым годом желающих поступить в среднеспециальные учебные заведения Бурятия увеличивается. Растет и конкуренция. За одно место борются сразу 3-4 абитуриента. Елена Нечаева, Данила Жаркой, Николай Сластин, телекомпания АТВ.